Всем снова привет! Рад вас всех видеть! Ещё одна запись в тылу врага, что-то меня попёрло на эту игру. Надеюсь, вам интересно наблюдать за катками в ней. Даже несмотря на то, что играю я зачастую именно как нубяр. В этот раз усадьба 2 на 2. Собрались более-менее вроде как равноценные команды. Есть тут двое папок и двое нубов в виде меня и вот этого чайхлёба, который внизу, по-моему, или салата. Я не помню, кто из них. Малоопытный такой же, как и я. Я снова за ветеранов Восточного фронта. Один из них выбрал Британию и рандом как-то должен распорядиться с остальным. Распорядился он то, что у нас союзник японец, а там 2 британца. Ничего себе. Интересно. И, наверное, надо бы тогда осилить тут несколько брустверов, пока нам дают такую возможность. По крайней мере, машину мы должны эту забирать, уничтожать, иначе они с неё там снимут какие-нибудь пулемёты. И кончится всё это грустно. Так, всё отлично. Он решил, что он не хочет её спасать никаким образом, поэтому нам же в этом плане лучше. Поставим здесь несколько брустверов. Где-то пулемёт должен быть ещё один. Эти сейчас простреляют весь свой боезапас. Так, наверное, ладно. Смысл у меня сейчас от фигерей здесь в таком количестве. Надо их как-то назад брать. Пусть пулемёты решают всё это. Что это вообще такое? Турмовики какие-то. Не за спец очки ли они что-то тут взяли? Думаю, нет. Так, тут ещё лежит, по-моему. Чувак. О, отлично. Как раз теперь есть чё. Ммм, всё фигня. И ещё один отряд. Не, ну скамикадзе с этими прям оттаск. Классно получилось. Пуму я очень зря просрал. Это, ну, я её действительно просрал. Чё-то я как-то зачем-то начал стреляться так вот впрямую, в открытую на центре с Татарархом. Хотя вообще не нужно было этого делать. Можно было по-другому его переиграть и уничтожить. Абсолютно, в общем-то, спокойно. Ну, нет так нет. Как сделал, так и сделал. Да, отлично. А это чё я сделаю? Всё-таки уберу-ка я отсюда хэтсов нафиг. Ну как уберу, просто отодвину на всякий. Центр, в общем-то, мы берём, и можно не сильно переживать по поводу. Только вот из пулемётчика. Чё бы егеря сюда какого-нибудь заслать вот так вот. Ну, чисто тот помогал. Гранату куда-то не туда он кинул. А, они, в общем-то, и так всё поумирали. Превосходно. Так, знаете, чё мы сделаем? Не попадают, а? Вы шутите. Ну ладно, один доигрался. Так, ладно. Опять бонзай, опять он чё-то там взрывает. Конечно, пулемётчиком кидайте гранату. Сомнительное задание. Ну ладно. Да выстрели в него и убей. У него нет ни шанса. Особенно, когда там камикадзе ползают. Всё. Это победа. Мда. Чё-то слишком быстро закончилось. Давайте ещё одну. Печаль. Ну тогда... Это отправится в помойку. Потому что... Какой смысл записывать неполный бой? Всем привет. В тылу врага вновь. Надеюсь, вам... Интересна эта игра, потому что меня что-то потянуло последнее время на неё. И... Карта-усадьба. Два на два. Ветераны Восточного фронта. Захотелось опять за них. Союзники, я даже не знаю кто. Главное, что хотелось бы сказать, я уже пытался записать видео. Кажется, я реально превращаюсь во Флеза, у которого тоже не получается записать видео. Я его лучше понимаю. В предыдущем бою мы играли... Так же два на два, та же усадьба. Но... У врага... Ну, как бы играли два нуба. Каждый там в своей команде. И два вроде опытных игрока. И у врага вот этот опытный чувак ливнул. Потому что мой смог задиверсантничать отрядом целым камикадзе. И взорвал им на респе две артиллерии. Причём в самом начале боя он туда прополз. Лежал минут 15. Потом, как те начали брать нормальную технику, он просто вылез ими и взорвал их всех нахрен. И у чувака сгорела жопа, он ливнул. Поэтому показывать нет смысла. Там всё закончилось вот за эти 15 минут. Естественно, новичок один против нас двоих уже тоже ничего не мог сделать. Хотя, в принципе, мы их раньше задавили. То есть там не было шанса, в принципе, с этими камикадзе или без них, мы бы их всё равно убрали. То есть у нас был тотальный контроль карты. Но у них не было, наверное, ни шанса. Я вообще слева свою точку просираю. Занимай церковь. Интересно, зачем? Ну ладно. Допустим. Допустим, он знает, зачем я должен занять здесь церковь. Ну, пулемёт пошёл распиливать. Дружище, там пусто. Пожалуйста, подумай, что ты можешь с этим сделать. Что-нибудь ты обязательно с этим можешь сделать. Давай, давай. Всё, отлично. Ну и теперь уже как-нибудь веселее должно быть. Знаете чё? У нас сюда можно попытаться закинуть ещё одного нашего игеря. Брустверов у противника тут не то, чтобы есть. Так, чувак вроде бы обратил внимание на это направление. Я бы на самом деле, раз уж он настолько невнимательно отнёсся к этому, кинул сюда куда-нибудь ещё тоже автоматчика. Ну так. Чтобы вот не было неожиданностей, как в том самом бою. Что приехало? Шестьдесятка. Ну, мне пока нечем её убирать. Бардаком разве что, но... Слушайте, большая проблема. Чуваки-то чё-то знают, видимо, как играть в эту игру. Давайте попробуем сарай. В теории мы можем перестрелять Т-60 таким образом. Ещё и он американец на М-20. Но в центре мы потеряли пулемёт. Это вот самая досадная потеря и не только пулемёт на самом деле. Давайте вот это вот несчастье надо как-то убрать. На самом деле, начать надо с Т-60-го. Шансы у нас его убить есть. И мы этим воспользуемся. Так, он остался без гусли. И теперь, в теории, мы должны его убить. Отлично. Там притащили пушку, и пушка сделала дело. Знаете, что тут меня больше всего смущает? Вот эта вот пехота. Надо вот это здание тоже обнажить, так сказать, для обстрела. И убрать здесь этих пехотинцев. Всё, М-20 тоже упал. Не вижу я дополнительно каких-то брустверов. О, троечка. Отлично. Я хотел сам тройку взять, но у меня не было возможности. Дали нам возможность. Почему бы не кошмарить, да? Почему ты не стреляешь по пехоте? Всё, надеюсь, она сейчас займётся этим делом. Окей, так, это работа для тройки. Где-то тут должна быть наша троечка. Ага, вот она. Предположим, что я выменил, выменил, выманил стюарту на себя. И вот тройка сейчас его чпек-чпек пошла уничтожать. В теории, я его, наверное, тоже могу как-то пробить. Но не с дистанции. Ну-ка, нафиг лишний раз рисковать в этом плане. Пойдём туда, вон, кинем, попробуем нашего солдафона. Ага. Он не на гусли, он просто стоит, ему норм. Допустим. Нам сейчас, наверное, нужно копить на Хетцера. Посмотрим, вообще, в принципе, чем будут заниматься противники. Они пока что-то странное делают. Там, под прикрытием дымов, пытаются как-то, что ли, зайти предпринимать наши противники. Например, они там брустверов наставили, которые надо испортить быстро. В принципе, наверное, это никак не спасёт брустверы вот в той позиции. Особенно, когда я их разрушу, конечно же. О, миномёт, судя по всему. Ой-ой-ой, вот оно. Вот она проблема, которая действительно может нам сильно аукнуться. Это 34-ка и Шерман одновременно. Причём у нас такое нечем крыть. Причём то, что есть. Я так понимаю, бронебойщики какие-то? Не, не сильно-то это нам поможет, я думаю. Всё. А теперь время убивать. Бам. 34-ка ушла. Шерман тоже сейчас уйдёт, я полагаю. Ну, видно, что игроки не очень опытные. Кстати говоря. По крайней мере, то, как они воюют техникой, и какую технику они берут, ну, заметно. Потому что я хетцером их сейчас перещёлкаю всех, если мне будет везти, конечно. Да, всё. Это труп, и это труп. Такое не о чём крыть. Не сильно-то это нам поможет, я думаю. 60-ку они вроде починить могут. Могли. И до сих пор могут, судя по всему. Кажется, он вылетел. Ну, или Аль-ТФ4. 4. Не знаю, как ещё это можно назвать. Да, Моносенков вышел. Превосходно. Просто решил ливнуть. Давайте куда-нибудь сюда. Её увезём. И надо точки подогнать, это всё дело. Чё там такое? О, 85-ка. Опасная штука, на самом деле. Опасная штука, на самом деле. Была. Пока он её не решил так бездарно потерять. Забыл, что ли, что у меня тут хетцер стоит. Непонятно. Рестарт. Ну да. Сейчас надо уже рестартить. Опять мусорный бой. Снова не случилось ничего. Приветствую всех, дорогие друзья. В тылу врага уже третий раз пытаюсь записать видео. Ещё одно. На этот раз 2 на 2. Ну и предыдущие два боя чуваки сгорали и ливали. Превосходно. А, здравствуйте, Максим. Мы бы хотели купить ваш YouTube-канал. То, что нужно мне узнать прямо тогда, когда я собираюсь записать видео для этого канала. Очень спасибо, очень пожалуйста. Кстати говоря, прям постоянно пишут. То есть, чуть ли не ежедневно 1-2 человека пишут по поводу купить канал. Ну, понятное дело, что никуда его продавать не собираюсь. Мне он самому нравится. Если захотят купить канал, пусть поищут кого-нибудь другого. Правда, бесполезно отвечать на это всё. Понятное дело, что они не собираются честно никаких каналов покупать. Была же фишка с тем, что... Всё пропало. Так, давайте опытных снайперов сюда возьмём. Надо сразу же идти на центр, занимать центр. Я, значит, справа. Это получается, что мне нужно. Ну и всё. Дальше, я думаю, мы как-нибудь уже справимся. Так, брустверы, брустверы. А вон тут, собственно, целыми отрядами они приползли. Но благо здесь автоматические вообще-то винтовки. Ага, отлично, я кинул. Они приползли в дом. Очень интересно. И просто откинулся целый отряд там турмовиков или кого. Забавно получилось. Не выжили. Ну, урон, понятное дело, по обычной пехоте. Вот мои элитки. Это, по сути. Ветераны. Горные егеря. Опа. Опять поносенков вышел. Вы издеваетесь? Это какой-то бред. Второй раз. Ну, видимо, значит, он не просто так левал. Значит, это не вылет. Все даже загрузили. Невероятно. Не обходится ни одной записи перед... Без вот этого вот, что кто-то выходит, кто-то заходит. Ни разу мы не начали, походу. Это такая традиция, видимо. Да? Начинать. Вот запись того, что кто-то левает. Или что-то еще происходит. И его выбрасывает. Ладно, где я заспавнился? На какой стороне? Слева. Да. Пулемет как-то вот... Все наши планы разрушил. Отлично. Одного мы убрали и потеряли вообще всех бойцов. К сожалению, машинка здесь сыграла. И сыграла, блин, очень неприятно, я скажу. Где-то здесь это должно же быть, да? Определенно. Отнизу, скорее всего. Сетевая игра. Сказать, команде Z. Ну так-так стоит. Слава богу, что до сих пор просто стоит. Можно будет попробовать как-то отыграться бардаком. Точнее... Почему я его все время называю бардаком? Нет, он наводит бардак. Ух ты ж... Неприятная штука. Так. Давайте мы попробуем. Вивес вот этот. Ой, красиво. Ах. Так. Ползите, ползите. Вы все правильно ползете. Куда, куда надо. Что это? Штурмовики-автоматчики. Интересный выбор. Ой. Зря вы так. Кстати говоря, брустверы даже не пытаются ставить. Что-то тут прям... Плохо. Крепим. Так, все, точка наша. Наша. Ползем. Бегут автоматчики. Или кто это? Так, что тут стреляет такое? Что-то с производительностью. Это вот у меня лагает? Или кто-то из них лагает? Нет, интересно. Сто пудово они пехоту не будут под сарай подставлять. Брустверы они тоже не поставили. Нет, хода смотри-ка. Стоит под сараем. Правда, по ней еще как-то надо попасть. Да. Далеко-далеко. На самом деле он, в принципе, может добиться своей цели тем, что я сломаем заборы тут. По пехотинцу я попадать не попадаю. А, нет, это все-таки был здесь бруствер. Слышу технику. Как мне кажется. Ой, не хотел я брать этот юнит. Но, походу, придется. Потому что, ну, вдруг ли. Ну, вот оно. Вот он. Тот самый неприятный танк, которому что я сделаю? Знаете, что мы сделаем? Того опытного. Куда-нибудь сюда надо кинуть. А второй встал вообще. Красиво делаешь. Все. Не, второго надо сюда. Ну, сюда. А там дальше уже везти, если вдруг что. А! Мм. Не познаватый ли я, кстати говоря, с этим? Начал. Ой, не то сделал. Вот так вот мы сделаем. И ползем. Я не могу ему ничего сделать, я ползаю. А он сейчас нам будет ломать все наши густверы. Скотина. Я могу слюз бил, получается? Или просто нашлепать какую-то? Угу. Вот оно. Какая-то пушка. Двухунтовка, что ли, какая-то? Похоже на то. Только я попасть по ней не могу. Пробить его я не пробиваю, да, нормально? Судя по всему, лагает у кого-то. Но не у меня же, да? Да, непонятно. Отлично. Все-таки он взорвал мне мой аппарат. Грустно. Теперь это как бы нам очень неприятно. Ползем. Вдруг нам повезет. Не знаю. Центр надо как-то укреплять. Благо вот как раз-таки союзник на этот раз играет у нас с пехотой. И главное продержись, дружище. Ты станешь героем. А, он его как-то чпокнул. РПГ шпить. Откуда вообще? Очень интересно. Но он добить его не добил. Меня больше волнует, конечно, наличие пушки. Да. Добить бы, конечно. А она не добивается. Превосходно. А он залез еще и в мой бардак. Фу, бардак, сарай. Да какая разница? Господи. Неважно. Сюда нужно опытную пехоту тащить. Ясно. Поздноват я. Похватился. Надо на хетцер копить. Если сейчас появится что-нибудь вот такое вот, будет очень неприятно. Так. Забирай это в твое. Туда. Вот это ну-ка. Да, я такое чувствую, что все-таки очень лагает. По крайней мере, мне так кажется. Гранаты мы все забрали. Все забрали. Все, что... Понятно. Все, что можно забрать, все забрали. Танковые забирай. Это все забирай. Ничего лишнего я взял. Эти патроны. Так. Бери пулемет, кстати. Мне главное теперь подсветить. Это несчастье, ахиллесы? Или что это было? К хои вполне возможно справиться. Давай, давай. Поближе сюда подъезжай. Ах, красиво, Арчер. Зачем же ты так? В принципе, нам же лук, конечно. Британец очень неаккуратен. А, отлично. Меня на гуслю поставили. То, что нужно. Ну, сейчас эта пушка, я думаю, поплатится. За свою наглость. А вот хетцер надо чинить, конечно. Странно. Он для меня, кстати, красным горит. Надо в нижнюю часть попасть. Ну, да, да, видимо. Так. И сюда бы надо пехотка. Какую-то. Блин, я тут со сплошными своими танками, я тебе. Позвусь. Отлично. Более-менее сыгралось. Правда, боюсь, моих может поперешатать. Я его даже, кстати, починить могу, действительно. А ну-ка, умри. Ну, они копят, скорее всего, на какую-то нормальную технику. Тут уже ни хетцер, ни ничего другое не поможет. Миномёт. Да ну. Чё это вдруг? Причём, чисто в открытом поле. В красоте, так сказать. Ему так не нравится моя пулемётчика. По-моему, есть более изящные способы избавиться от этого. Красиво. Миномёта нет шансов. Ай, какая жопа, а? Ну, это же не смешно. Ну, чувак. Это-это эти просто матч в никуда. Добавьте немножко позитива. Миномёта нет шансов. 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 Миномёта нет шансов.